Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю! Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, всех вас приветствую и благоставляю! Как архиепископ Украинской Реформаторской Православной Церкви, я благоставляю всех православных христиан в этот день, когда миллионы православных вспоминают рождение Мессии, рождение Иисуса Христа, и Шуа Машиаха в Ифлиеме Иудейском, Спасителя всех народов, Спасителя и Господа нашего Иисуса, который есть свет к просвещению, написано, всех народов и слава народа своего Израиля. Я хочу помолиться вместе с вами молитвой покаяния, молитвой примирения и молитвой благословения. Дорогие друзья, потому как скажу, что как священнослужитель, как обновленческий священнослужитель православный, как реформатор, скажу правду, ту правду, которая может быть неприятна многим священнослужителям. К сожалению, и мне это правда была тоже не по нраву, потому как я был раньше также традиционалистом, таким, знаете ли, далеким от обновленчества, далеким от реформации, от самой идеи реформации. Я упивался, значит, верой в именно превосходство моей динаминации над другими. Я верил, что в православии лишь находится спасение, обретается спасение. Я упивался этим просто-напросто сектантским таким, знаете ли, религиозным пойлом и считал, что это как бы правильно. Но в 96-м году Господь позволил мне заглянуть за забор моей динаминации, познакомиться с христианами других конфессий, других динаминаций, протестантами, католиками. И я увидел, что на самом-то деле не по конфессиональным, не по динаминационным, знаете ли, таким границам проходят границы Царства Божьего, а по сердцам людским. Я увидел, что можно на самом деле быть в идеальной, казалось бы, динаминации конфессии, которая наиболее соответствует библейским стандартам. Однако же не быть, знаете ли, настоящим верующим, не быть христианином по-настоящему-то. И можно быть в конфессии очень далекой, казалось бы, от христианства истинного, очень такой закомплексованной, заквашенной религией, ложной, лжеучениями. Но однако же иметь сердце чистое, открытое для Господа. И написано в Писании, и это очень правильно сказано на самом деле, это истина, что кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. И не важно, как ты называешься, в какую церковь ты ходишь, храм, какой костел, молитвенный дом, главное, чтобы твоя душа была храмом Божьим, твое сердце и твоя судьба была домом молитвы. И это очень важно. Поэтому мое слово для всех вас, дорогие друзья, дорогие телезрители, примиритесь с Богом. Господь дал мне, дал христианским служителям разной конфессии, также служение примирения. И я от имени Господа просто говорю сейчас, примиритесь с Богом. Потому как я получил вот сегодня, даже утром смотрю, очень много поздравлений с Рождеством Христовым. Пришло много сообщений, здесь их очень много. И на основной странице моей, на Майлеру, где уже более 15 тысяч друзей, пришли сотни всяких поздравлений, знаете ли, открыток. Спасибо, конечно, вам, дорогие друзья, если вы прислали поздравления, спасибо. Но, знаете ли, порой люди шлют эти поздравления, поздравляют с Рождеством, пишут, Христос родился. Но, знаете ли, в действительности-то я понимаю, что подавляющее большинство корреспондентов просто-напросто не пережили Рождество в своей жизни. Рождение Христа не было еще в их сердце. А это очень прискорбно. Потому как сесть просто за праздничный стол, знаете ли, как у нас принято, значит, и так бурно отметить это Рождество. То вот за окном сейчас слякать дождь в центральной России, где я сейчас нахожусь, то, значит, это даже как бы и не Рождество. Если посмотреть за окно, скорее скажешь, что это весна, скорее всего. Или поздняя осень, или ранняя весна. Но никак не, значит, ну, плюсовая температура, и дождь, лед, как из ведра. В общем-то, конечно, это далеко не рождественская, в привычном понимании этого слова, погода для нас, россиян. Потому что мы привыкли все-таки видеть зиму такую, ну, именно как зиму. Но сегодня по грехам нашим, за грехи людские плата, ни погода, ни погода. Помните, да, как в одной песне старая пелась. И вот на самом деле за грехи наши мы получили то, что видим сегодня, сейчас. Просто-напросто уничтожение всей планеты. Своими руками сами же и наводим это безумие. Но среди этого хаоса, среди этого развала и разброда, знаете ли, Господь дает нам надежду, Господь дает нам веру, любовь свою. И Он призывает на борт спасительного ковчега каждого жителя этой планеты. Я скажу, что на самом деле добро пожаловать в Царство Божье, добро пожаловать в Царство Мессии, в Царство Христа. Да, сама дверь открыта на борт этого ковчега. Это сам Иисус Христос. Я недавно буквально пересмотрел фильм, одно время очень нашумевший, 2012. Думаю, ну, наступил 12-й год, надо пересмотреть эту ленту. Очень интересно, зрелищно опять-таки. И несмотря на все то, что там было показано, я думаю, многие из вас смотрели этот фильм. Очень такой зрелищный, популярный одно время фильм. Мы понимаем, христиане, что все то, что там показано, это, знаете ли, даже часть не отражает того, что ожидает в скором времени нашу планету. Там как бы в конце все-таки, как говорят, наши победили в конце. То есть как бы мы победили, Китай нам помог, построили эти ковчеги, по миллиарду евро продавали билетики на эти, знаете ли, спасительные ковчеги. Они как жареные пирожки, значит, знаете ли, как горячие пирожки раскупались олигархами, богатеями и там, значит, прочее. Но, опять-таки, кино есть кино. Но, знаете ли, если смотреть на жизнь без этих розовых голливудских очков, если смотреть объективно, правильно, то мы видим, что в тартарары катится наша планета. А 2000 лет назад еще мы, христиане, знали, что будет с этой землей. И, знаете ли, хотя там одно время, не то, что одно время, вообще многие столетия нас за это не любили, критиковали и ругали христиан, я имею в виду, за это апокалипсичность, за это ожидание огненного Армагеддона. Но смеется хорошо тот, кто смеется последним. Смеялись люди над Библией, смеялись над Богом, но последним посмеется сам Господь Бог. Живущий на небесах, написано, поругает, посмеется им, поругается им. И, конечно же, победа за Господом Иисусом Христом, несмотря на этот разброд, разлад на этой планете, есть выход, это сам Иисус Христос. Да, конечно, мы не сможем починить нашу планету уже, мы не сможем своими силами что-то сделать. Написано, земля и дела на ней сгорят, и будет погибель нечестивых человеков, но мы ожидаем дальнейшего. Это не точка, это не конец, это не финал, это запятая. А дальше будет новая земля и новые небеса, где обитает правда. И уже быть там, на этой новой земле и новых небесах, может только человек, рожденный свыше. Кто не родится свыше, то даже не увидит царства Божьего, обещал Иисус Христос. И поэтому он утверждал очень смело и очень властно, утверждал и утверждает по сей день, должно вам, говорит, родиться свыше. А что такое рождение свыше? Признать себя грешником, признать, что Бог таки есть, и ищущим Его Он воздает. Признать Иисуса Христа, праведника, спасителем своим, Господом своим. Что Иисус Христос, Он умер не только за все человечество, не просто Его распяли где-то там в Иудее. Нет, но что Он Сам, Иисус Христос, отдал свою жизнь за жизнь мира, за жизнь мою и твою, за каждого из нас. И призвать имя Господа Иисуса Христа в свое сердце, в свою жизнь, в свою судьбу. Ведь сказано так, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И само имя Иисус и Иешуа означает Иегово Спаситель. Бог спасает таки, и пусть Господь спасет каждого из нас, дорогие друзья. Я спасен не по своим заслугам, потому как все согрешили и решены славы Божьей, нет праведного ни одного. Но есть спасение, как дар Божий, дар вечной жизни во Христе Иисусе Господе нашем. Поэтому те из вас, дорогие телезрители, что еще не приняли этот дар Божий, примите, скорее, скорее примите. Я думаю, что как раз события Рождества Христова, вспоминаемые сегодня миллионами православных христиан, как никогда подходят к этой теме спасения. Потому как люди говорят, вот родился Христос, ну а где Он родился? Ну а что мне с того, что Он родился где-то там, что Его распяли, что Он там где-то воскрес? Нет, но мне великое благо, если я принимаю это верой, растворяю это верой, принимаю Иисуса Христа как своего личного Спасителя, осознаю, что Иисус Христос умер не просто за всех-таки, да, Он умер за всех, но Он умер лично за меня. Вот это очень сильно действует на меня, это очень сильно, это спасает меня, и это спасет тебя. И пусть Господь благоставит сейчас эту молитву, молитесь с верою, с надеждой, с любовью. И я скажу так, что мы не знаем о рождении Христа, ну подробностей. В Евангелии очень скупо говорится о Рождестве Христа. Мы не знаем год даже, точный год рождения Мессии, рождения Иисуса. Вероятнее всего, что Он родился, как сегодня ученые однозначно уже говорят, в принципе, на три года, как минимум три года раньше, чем это принято считать сейчас. То есть наступил не 2019 год, а 2015 год, может быть даже и 2016 год. Мы не знаем даже точно год рождения Христа. И мы не знаем месяц рождения Иисуса, потому как мы празднуем это просто как дань традиции, языческой, оккультной, демонической традиции, метроизма, Бога Солнца и прочих нечестивых культов. А по совести говоря, положа руку на сердце, мы даже не знаем месяц рождения Христа, ни дня Его рождения, ни месяца Его рождения, и никто не знает. Мы можем вычислить, правда, и сегодня ученые пытаются вычислять, и христианские проповедники вычисляют рождение Христа, но это никак не совпадает ни с декабрем, ни с январем, однозначно. Тем более, что об этом косвенно говорит и само Слово Господне, Слово Божье. Потому что, когда Иисус родился, к примеру, пастухи с животными были в полях, а зимой этого в Израиле не происходит никогда. Это только лишь в летнее время, ну и осенью, ранней осенью, но никак не поздней осенью, тем более не зимой. И сама перепись Кесаря Августа, она не могла быть никак именно в зимнее время, или в осеннее, там даже, ну до суккота Иисус родился однозначно, то есть до середины октября, с середины сентября до середины октября его рождение могло произойти. И почему еще так смело утверждаю? Потому что по вычислениям именно согласно Слову Божьему мы можем сделать некоторые вычисления, и согласно данным науки американские астрономы сегодня указывают дату рождения Иисуса Христа, что это вероятнее всего могло быть все-таки в середине сентября, или же в конце сентября, но даже дату называют обычно 11 сентября. Кстати, очень интересно, все-таки 11 сентября, все-таки для американского народа и для всего прогрессивного человечества это очень такая роковая и очень страшная дата, но однако же это и прекрасная получается дата, потому что именно в этот день, получается, родился Иисус Христос. Но почему сокрыта от нас дата рождения Христа, и даже год рождения его мы знаем приблизительно, потому что первым христианам в первых 300-400 лет в голову не приходило праздновать Рождество, Иисуса Христа, они обходились без этого. В общем-то, по большому счету и мы обойдемся, и оно нам надо, как бы, знаете ли, отдавать дань оккультной языческой, демонической традиции, праздновать лучше такие библейские праздники, или же человеческие, но которые упоминаются в Писании хотя бы, которые Иисус почтил, допустим, Хануку, тоже самое, хорошая альтернатива. Но я призываю сейчас к покаянию в своих личных грехах, к покаянию, значит, пред Богом чистосердечному. И не концентрируйте свое внимание на празднике, на праздничном столе сейчас, на теме даже Рождества. Нет, там в Палестине, там в Израиле, там в Иудее. Нет, но концентрируйте внимание на рождении Христа сегодня в вашем сердце. И на Христе, который не 2000 лет назад родился, а который сейчас здесь с вами, который среди нас сейчас, здесь на этой земле. Потому что Иисус Христос написано и вчера, и сегодня, и вовеки он тот же. Слава Иисусу Христу. И признавая себя грешником Иисуса Христа, праведного Спасителя Господа, Богом Своим, и с верой, надеждой, любовью, давайте скажем так, «Бог наш, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа». Да, обратитесь к Богу к своему Отцу и скажите «Отец мой Небесный, Ава, Отче, прости меня, во имя Иисуса Сына Твоего, прости меня, помилуй меня». И скажите дальше так, что «Иисус Христос, я верю, что кровь Твоя святая была пролита за мои грехи». Иисус, Ты воскрес из мертвого для моего оправдания. Води в мое сердце, живи во мне, царствуй во мне. Я благодарю Тебя, мой Бог, наполни меня Духом Святым Своим. Во имя Иисуса Христа я принимаю дар вечной жизни во Христе Иисусе Господе нашим. Аминь. Слава Богу. И пусть Бог благоставит вас, благоставляю вас в этом дне, благоставляю каждого из вас, дорогие друзья, возлюбленные братья и сестры. Пусть Бог благоставит. Шалом, мир вам, мир вашему дому. Аминь.